Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео про ковид-19, про новые штаммы, интервью знаменитого вирусолога Люка Монтанье, академика Зверева, его отношение к данной теме, молекулярного биолога Елены Калле о прививках и принудительной вакцинации. Стоит ли делать прививки? Кому и когда? Прививки беременным. Ужас. Огромное число моих зрителей пишет мне дать свое мнение, оценку по предстоящей принудительной вакцинации, но вполне по понятным причинам я дам ее не прямо, а иным способом и вот каким. Сейчас я приведу вам очень важные мысли, суть мнений ведущих ученых в данной области биологии и медицины на эту тему и затем и в процессе как бы задам свои вопросы тем, кто принимает подобные постановления о принудительной вакцинации. Также скажу я о том, что я лично не могу понять, что по моему мнению нелогично, неразумно и неверно. В конце этого видео я зачитаю отрывок статьи молекулярного биолога Елены Калле о принципе воздействия самой известной вакцины на организм человека, то есть ее мнение на данную тему. Итак, задача данного видео дать информацию, пищу для ума и чтобы люди думали и решали сами, делать им прививку или нет, действовали по собственному желанию, как свободные люди, имеющие свою волю, что и конституции и законами совести определено точно и ясно. Также люди имеют право на получение информации. Полагаю, что не только я так думаю и полагаю и что в этом я прав, что люди на это имеют право. С чего все началось? Под последним моим видео мне написала Лейла Самодова. Юрий Андреевич, если через две недели вакцину будут делать насильно, насколько сильные будут последствия, пожалуйста, скажите хотя бы в процентном соотношении, если нет справки, что человек вакцинировался в регионе, где я живу. Нельзя сделать лишний шаг даже честных предпринимателей заставить увольнять сотрудников, которые не сделали вакцину, с угрозами, что их закроют. Такое письмо. Я сразу про это скажу. В Трудовом кодексе нет статьи, чтобы увольнять сотрудника из-за медицинских показаний. Это противозаконно. Да, коронавирус очень сильно ударил по экономике всего мира, многих стран. И это не то слово, а у нас в стране просто ужас. Но сейчас речь о другом, о здоровье и о прививках, а не о экономике. Отдельная тема, не буду про это. А вот про возможные последствия ответят ученые и вирусологи. Слушайте внимательно эти данные. Вот мнение ученых. Да каких ученых? Заявление Люка Монтенье, профессора-вирусолога Нобелевского лауреата в области иммунологии. Мировое светило, как говорится. Да, многие об этом знают. Он является противником вакцинации. Но дело не в этом. 22 мая появилось сообщение о том, что Монтенье заявил, что якобы все вакцинированные люди умрут в течение двух лет после принятия вакцины. Но это, конечно, искажение его слов. А что же он сказал? А сказал он следующее. Что делать вакцину в период эпидемии – большая ошибка. И чем больше людей будет вакцинировано, тем больше людей умрет. Что графики эти будут между собой соответствовать. Что вакцины будут провоцировать новые штаммы вируса, более сильные, чем прежде. Что вакцины будут вызывать усиление антитела зависимых инфекций. Это очень важное заявление авторитетного ученого. А вот что мне, например, непонятно. Вакцину у нас в стране сделали через полгода от начала эпидемии коронавируса в апреле 2020 года. Не быстро ли сделали? И не мало ли это цирок для проверки и выявления побочных действий? Ну хорошо, если бы была чума, оспа. Тут понятно, все риски оправданы. Кстати, вот мои лекции, которые YouTube оставил, не удалил. По теме коронавируса. Старые, прошлого года. Посмотрите их потом. Там очень важные есть полезные и советы, и описание биологии вируса. И сопоставление COVID-19 с предыдущими SARS и MERS. А вот профессор Альштейн утверждает, что не обнаружено образование нейтрализующих антител к С-белку от вакцин. То есть они не работают вообще. Так считает профессор вирусологии Анатолий Альштейн. Еще одна новость. Вакцинация от коронавируса беременных женщин может начаться уже на следующей неделе, заявляют многие региональные СМИ, а также блогеры. Ссылаясь на официальные источники. Это просто ужас, конечно. Это немыслимое. Я понимаю, что появилось два индийских штамма, более заразных. Что заражаемость увеличилась, осложнений у людей стало больше. Помолодела и группа людей, поражаемых этим вирусом. Но тогда спрашивается, почему провели алые паруса в Санкт-Петербурге и другие крупные мероприятия и праздники? Почему в метро в Москве нет проблем и не будет, по заявлению властей, ездить всем категориям людей, а в кафе можно будет заходить только привитыми, с соответствующей бумажкой, по пропускам, ну и по этим чертовым QR-кодам? Где спрашивается больше шансов заразиться? То есть, понятно, в кафе нельзя, а в общественном любом транспорте можно. Это вообще разумно, логично? И зачем, спрашивается? Уменьшить количество заражаемых таким образом невозможно, это глупость. Дальше об этом скажет другой известный ученый-академик. Кстати, а канал Сталинград 30 июня опубликовал видео, где был сюжет «Веганы против QR-кодов». Молодцы, ребята. Скажу я так на эту тему, что от этих кодов, QR-кодов, до кодов на лоб или в другое место устанавливаемых совсем немного. То есть, это звенья одной цепи. Кто бы во что верил, не верил, это вообще не имеет значения. Все пока именно так. И верно пишут, вот, например, под одним видео некий Андрей Ош написал, «Первые QR-коды придумали фашисты для евреев, вешая им желтые звезды». Мне кажется, это вполне адекватное письмо. И я скажу здесь еще вот что. Если не отменят эти постановления, эти намерения репрессии, я представляю, сколько будет людей, которых заставят принудительно, по сути, насильно вакцинироваться, грозя им лишить их работы, как руководители будут нажимать на своих подчиненных, боясь оказаться у закрытых дверей своих компаний. А то их мало уже закрылось. Несколько миллионов ФПшек и самозанятых только в том году. А многие люди ведь не примут этих условий. Никаких этих условий не примут и потеряют работу. И это при том, что и так у нас в стране она огромная безработица. А между тем, часть ранее привитых людей начинает болеть по-новому. Повторно. Как и те, кто переболел коронавирусом раньше. Нет, иные меры должны быть. Меры личной и общественной гигиены, просвещения людей. По крайней мере, вакцинация должна быть осознанной, честной и только добровольной. Таково мое мнение. Ну а теперь мнение Виталия Васильевича Зверева, советского и российского микробиолога, специалиста в области молекулярной биологии и патогенных микроорганизмов. Академика Российской Академии Медицинских Наук и Академика Российской Академии Наук. Как вы понимаете, и я так понимаю, что это должен понимать любой человек, у которого есть хоть какой-то разум, что выше званий и выше больше знаний просто не бывает. В своем интервью он говорит следующее. Зачем переболевшим людям делать прививку? Перенесенное заболевание это лучшая защита. Кстати, об этом всегда говорила и вирусолог Галина Петровна Червонская. Ее лекции есть в сети. Вакцинация, говорит Зверев, это серьезная медицинская процедура. Нужно смотреть всегда медицинскую карту больного, изучать историю его болезни, и только тогда прививать или нет. А не поголовно. И не в торговых центрах, и на улицах, как это делается сейчас. Очереди в торговых центрах на прививку с утра уже стоят огромные. Люди стоят плотно друг к другу. Не это ли угроза заразиться больше, чем угроза заразиться в кафе? Где есть социальная дистанция, и хозяева кафе блюдут ее четко, так как их могут закрыть, если они не будут соблюдать эти условия. Не так ли? Говорит он также о том, что вакцинироваться сейчас призывают больше чиновники, а не ученые. И это неверно. А про коды все эти, вход по кодам, где обязательно будут очереди, это плохо. Ведь главное, это социальная дистанция. А вакцинированные люди, кстати, тоже могут передавать вирус другим, то есть быть носителями. А те, кто не привился по тем или иным причинам и показаниям, они тоже будут ходить в общественные места. А дети, которых не будут насильственно прививать, они тоже могут быть носителями. А их в кафе пустят, и каков тогда смысл? Также он говорит о том, что вот улицы или какие-то места открыты пока, а парки, например, уже и давно некоторые закрыты, а надо-то наоборот. Ведь в парках чистый воздух, большая дистанция, психологически расслабляющие для человека, то есть укрепляющие иммунитет места, как бы выходят с ног на голову. Вакцины против кори, скажем, дают иммунитет на десятки лет, а по ковиду, по коронавирусам вообще, буквально на 6-9 месяцев. И естественный иммунитет гораздо сильнее и правильнее. А ревакцинация, сам ее факт, вообще означает, что вакцины непродолжительно действуют, если и действуют. Ну а про клеточную память академик сказал особенно интересный. И про свой личный опыт. Послушайте несколько секунд. Когда мы говорим об иммунитете, все почему-то говорят о наличии антител. Но дело в том, что иммунитет это гораздо более серьезная вещь. Почему после заболевания иммунитет продолжительный и полноценный? Потому что, когда вирус попадает в организм, там представлены все его белки, да, все его компоненты. И естественно, иммунитет развивается, да, полноценно. Есть так называемый клеточный иммунитет, то есть клеточная память. Я вам могу, не знаю, вы это можете не включать, там, передачу. Вот я сам переболел, коронавирус, год назад. У меня, я легко переболел, у меня был уровень антител, ну, достаточно, чтобы говорить о том, что он есть, достоверный. Потом они у меня исчезли, антитела. Вот зимой у меня никаких антител не было. Вот сейчас я ухаживал за пациенткой с ковидом. Специально не берегся никак ничего. У меня уровень антител, я вот на прошлой неделе померил, вырос 7 раз по сравнению с тем, который был вот у меня первый раз. То есть, понятно, я столкнулся с вирусом, мой организм, и тут же, да, выработал, выбросил вот то количество антител, которое необходимо для борьбы с вирусом. Ну, естественно, я не заболел, то есть второй раз. В том же Калининграде, говорит академик, у 70% проверенных детей есть уже антитела к коронавирусу, хотя они явно не болели. Но никто этот рынок, этот сбыт препаратов не отдаст. Это постоянная война, так и сказал академик. ВОЗ, Всемирная Организация Здравоохранения, его в последнее время огорчает очень сильно. Переобуваются они часто в своем мнении. Кстати, Путин говорил, что принудительная вакцинация быть не должна, и это недопустимо. А региональные власти говорят и решают все по-своему. Правда, на то им есть карт-бланш. Но это неверно. Я считаю, что должны быть ясные и единые правила, основанные на логике, на науке и на адекватности. Ну, а теперь новость такая. Хотя и 2 февраля, тем не менее, мало кто это знает, по личной инициативе заслуженной артистки России Марии Шукшиной в Москве, в гостинице «Метрополь» состоялся научно-общественный круглый стол, на котором вопрос о начавшейся в Российской Федерации массовой вакцинации, обсуждался с точки зрения возможных угроз национальной безопасности. Участниками круглого стола были ученые и правоведы, военные и государственные, общественные деятели, у которых накопились вопросы по новой коронавирусной инфекции и мерам борьбы с ней. Одна моя зрительница, Хелена Иванова, прислала много ссылок под последние мои видео, где в том числе написала вот об этом круглом столе, который организовала Мария Шукшина, куда были приглашены и пришли очень многие известные ученые. Многие видео оттуда были удалены. Например, она пишет Виктору Штиглицу, который написал, что, мол, где же это видео, ссылку, что вы дали, по ней ничего нет. Она отвечает, значит, уже удалили. Поищите видео на Брайтеоне с круглом столом Марии Шукшиной о вакцинах. Там Калли тоже выступила наряду с другими учеными. Вот эта статья на круглый стол. Она пока доступна. Под этим видео будет ссылочка данная. Что там сказала в том числе Елена Калли кратко? К сожалению, мои поиски на сайте Минздрава Российской Федерации, на сайте производителя вакцины не дали никаких результатов. То есть на сайте Минздрава Российской Федерации есть только новости. На сайте производителя вакцины, например, спутника ВИИ и других, как бы есть ссылки на клинические испытания вакцин. Но, к сожалению, все эти ссылки ведут на страницу, во-первых, написанную на иностранном языке, не отечественном. А во-вторых, в разделе «Результаты» написано «Результаты не опубликованы». То есть все три ссылки, что называется пустышки. Прочитать результаты клинических исследований даже на английском языке невозможно. Вот что говорила Калли, по крайней мере, 2 февраля 2021 года. А вот что вообще говорит молекулярный биолог Калли о принципе воздействия спутника ВИИ на организм. Именно это видео было удалено, но текст, который мне прислала Хелина Иванова, я сейчас зачитаю. Это отрывок, безусловно. Речь идет про то, что вакцина, судя по словам Калли, геномодифицированная. И говорит она следующее. Перенос генов – это серьезнейший процесс, который может нарушить всю работу нашего организма. Тем более перенос в таком огромном количестве. Наша защитная система с этим просто не справится. В принципе, раковые клетки возникают на протяжении жизни, но наша защитная система с ними обычно справляется. А в этом случае может не справиться. А побочка в виде раковых заболеваний не учитывается. А если она не учитывается, то вы и не сможете доказать, что заболевание было вызвано именно этой вакциной. Принцип действия классической вакцины и вакцины, например, спутника ВИИ, отличаются. Если классическая вакцина построена на том, что организму дают тренироваться на убитом вирусе, от себя скажу, или ослабленном. То есть наши защитные механизмы могут тренироваться на полной картине, куда входит условно одежда, запах вируса, его форма ушей и глаз. Но это для простоты понимания, она так говорит. То вакцина спутник ВИИ основана на совершенно ином принципе. От полного костюма отрывается одна пуговка. И по этой пуговке наши защитные системы должны опознать патоген. И еще один момент. Эту пуговку должны синтезировать ваши собственные клетки. Одна из функций вакцины сделать так. То есть ваши собственные клетки производят эту пуговку от коронавируса, и ваши же собственные клетки должны дать на нее ответ. Вот коротко о принципах действия спутника ВИИ. Сейчас мы разберем, как это происходит, как нас заставляют это делать на молекулярном уровне. Что такое аденовирус? Это транспорт, который используется в вакцине для переноса действующего вещества, которое реально работает. То есть инструкции к той самой пуговке от одежды коронавируса. Так вот, в эту транспортную тележку закладывается инструкция, и направляется в наши человеческие клетки. Причем инструкции поступают в огромном количестве. Каждая человеческая клетка получает такую инструкцию. Что происходит дальше? Дальше инструкция поступает в главный центр, где хранится наша собственная информация и где она читается. И с этого момента клетка человеческая не может отказаться от того, чтобы прочесть эту информацию. Она начинает читать и производить запчасти от коронавируса. Наша иммунная система в классике работает по принципу свой-чужой. Она должна распознать собственная эта запчасть или чужеродная, уничтожить чужеродные и оставить собственные. Так вот, идея состоит в том, что эти запчасти, синтезированные в наших собственных клетках, должны распознаваться нашей иммунной системой как своей. Подчеркну самую главную опасность, которую представляет эта вакцина. Переносится чужеродный ген в организм человека, и он начинает там работать, хозяйничать. Вот эта ссылка, откуда была взята моей зрительницей, Еленой Ивановой, информация об этих высказываниях молекулярного биолога Елены Калли. Дорогие друзья, под этим видео я дам ссылки разные для вашего изучения. И в завершение скажу следующее. По моему мнению, никто не может заставлять человека, кроме каких-то экстренных ситуаций, когда все однозначно понимают необходимость данной ситуации заставлять человека принудительно вакцинироваться, тем более под угрозой каких-то репрессий, то есть расправ. Я считаю, что эти постановления должны быть отменены, а меры должны быть совершенно иного рода. И эти меры должны предлагать не политики, не чиновники, а исключительно ученые, которые своим именем, своим прошлым, своими заслугами доказали, что им можно доверять. Более того, эти меры должны приниматься только после предоставления всех и исчерпывающих доказательств, чтобы каждый человек, кто захочет, мог получить объективную картину и разобраться. И тогда он сможет обоснованно и по собственной воле принять для себя решение, будет ли он, скажем, прививаться или не будет. Вот такое мое мнение. Ну а мнение непосредственно по поводу вакцин и по поводу принудительной вакцинации и так далее и тому подобное вы сейчас услышали, что называется, из прямых источников и уст самих тех или иных выдающихся ученых на данную тему. А о том, как укрепить иммунитет при ковиде и снять серьезные последствия для здоровья у переболевших, смотрите под этим видео по ссылочке. Оставляйте свои комментарии, свое мнение под этим видео. Тема крайне важная, она касается всех нас. Безразличным к этому, я считаю, оставаться не должен никто. Высказывайтесь, пожалуйста, делитесь этим видео с вашими друзьями, знакомыми и просите их написать отзыв, высказать свое мнение по данной текущей и предстоящей ситуации. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия и до новых встреч!